Директор Бренд Менеджер. Продолжительность программ 2 месяца. Диплом государственного областца. Запись по телефону 782-78-60. 782-78-60. Реклама на эшнер. Завсим не больно. 959-5-51. Эхот твоего города. Вместе с радио Луфе и Москвой. Метеоскоп. Значит прогноз будет такой. Как только я уеду, здесь будет холодно, снег пойдет и там до 3 сентября. А как я 3 сентября приеду? Это жарко. То есть не вам не лето будет? Никакого лето вам не будет. Как никакого? А какое лето без сентября? Да, да, да. То есть там уже хоть что-то же должно быть. Сейчас вот уже снег. Вот уже. Все, да. 24 градуса и снег сегодня будет обязательно. Правда, без осадки прогнозируют. Но раз Матвей Юрьевич говорит, что снег, значит снег. Это при температуре все будет происходить 27-29. Это особый снег. Да, да. Поэтому, ну и в следующие дни там тоже 24-26. И, конечно же, снег, снег. И все мы будем жутко переживать и знать, кто в этом для нас. Верова. Дорогие друзья, эти две недели провели Ирина Воробьева и Матвей Гонопольский. А Эхо Москвы работает круглосуточно. Слушайте Эхо Москвы. Спасибо вам. Радио Эхо Москвы. Матвей Один-то часов. Доброе утро. Микрофона Владимир Воробьев. В эфире информационная программа «Наград». Средства по термии задержания лишних двух человек под болотным узелом. Музыковитый канал «Нава» был уйти из российского Акфина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О нем нам рассказала Марина Покова из движения «Автономные действия». Ему 21 год. Он учится в Российском социально-государственном университете. Как активист он участвовал практически во всех гражданских акциях протеста. Участвовал в движении «УПАИ». Ездил в Суковский защищать Саговский лес от вырубки. Пока что официально не сообщают о том, в каком статусе он находится. Но все его товарищи боятся, что все-таки подозреваемого, поскольку свидетеля всю ночь не держат. Лишь полчаса назад следственный комитет подтвердил, что Николай Кавказский и Алексей Полихович действительно задержаны. В их домах проведены обыски. Обоих подозревают в участии в массовой беспорядке. 6 мая официальное обвинение им вскоре должно быть предъявлено. В свою очередь, правозащитный центр «Мемориал» включил двух новых задержанных в список политзаключенных по делу о событиях на Болотной площади. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Замечу, все это произошло в канун намеченной на сегодня. Акции в поддержку арестованных по этому делу. Вечером ожидаются митинги в Москве и ряде других городов. Вы слушаете информационную программу «Воффер». Спустя почти 5 месяцев после президентских выборов стало известно, что проект Путина по установке веб-камер оплатили российские операторы связи. Как пишут сегодня в ведомости, деньги на это взяли, в полный день с которого компенсируются расходы операторов на окружающих социальных услуг. С подругами Светлана Прокудина. Известные операторы пришли быстро, поэтому их позаимствовали из резервного фонда. Однако попряченные средства операторы пока так и не вернули. После связи находит компенсация уже несколько месяцев.